Восьмой том книги «Открытым оком» вопрос номер 2035. Тема «Проповедь благовестия». Кто из возрожденных монахов пытался придать монастырям подлинно духовный смысл, как местам, где готовят проповедников, где могут быть обихожены старые труженики, где может быть школа для молодых благовестников? «Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Таких не было и, похоже, не дождаться. У католиков все же дождались Мартина Лютера, но тот просто ликвидировал монашество. Но монашество нужно, монастыри нужны, но не в таком виде. Они должны быть школами, местом отдыха и упокоения, без всяких обетов молчания. Эти обеты объявить злобным заблуждением не вешт. Обет один – в крещении. Быть верным Духу Святому». Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. «Так и нас ныне, подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Уже спасает в крещении. Какие еще могут быть обеты выше доброй совести?» Исидор Пилосиоцкий, 4 февраля. В послании своем к Антонию «Схоластику» он говорил, «Хранящих детство должно уподоблять солнцу, вдовствующих непорочно луне, а живущих честно в супружестве звездам». Подобно тому, как и святой апостол Павел говорит, 1 послание Коринфянам, 15, 41. «Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнятся в славе». Подобно сему Исидор пишет к епископу Аполлонию, «Так как неприлично и не следует с принуждением привлекать к благочестию людей, созданных свободной волею, не выражающих своего изволения и противящихся, то должно тебе озаботиться о том, чтобы просвещать пребывающих во тьме добрым наставлением, добрую жизнью и добрыми нравами». Попробовать запретное прочесть, украдкой подсмотреть или подслушать, для потерявших совесть, стыд и честь нет ничего, что слаще или лучше. Пришедший в возраст люди сознают опасности, детей предупреждают. Подобное испытано в раю тысячелетия лакал, давясь Израиль. «Не пожелай познать глубины ада, судьбу свою пытаясь разгадать. Нельзя, не позволяется, не надо, чтоб волосы не драть, а слепший не рыдать. Границы в совести, сознании и в загонах не перелазь, нащупав черный ход. В украденной воде легко утонет тьма попрошаек, набив опилки в рот. Не обольщайся тем, что только раз, немного пива и закурил чуть-чуть. Бациллы и микробы множеством за раз уже по организму начинают путь. За все приходится платить по векселям, и загодя, нетрудно последствия предвидеть. Расчет с компанией дурною по нолям, не ждать битья, допросов и ревизий. За тайной тайные последствия греха, кошмар истошный и туберкулез. Болячик не из цельных вороха, позор долгов и материнских слез. Не посягни забыть дорогу к храму, туда, где проповедь Евангелия слышна. Упрямому рабу наносят раны, не сметь жалеть, ни дна им, ни покрышки. Все начинается лишь только любопытством, на ползатяжки лишь разок наркотик. Финал настал, увы, внезапно быстро, противник сатана во всем Христу напротив. Игнатий Лапкин, 20 августа 2003 года.